здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим о динамике общественного развития мы с вами уже знаем что общество находится в постоянном изменении что-то отмирает а что-то наоборот возникает в качестве социального института а сегодня мы с вами постараемся оценить характер этих изменений и какими же они могут быть и так начнем мы с вами с понятий которые точно уже где-то слышали это эволюция революция и реформа может быть на уроках биологии или истории где-то точно мелькало давайте разбираться эволюция это длительный процесс постепенных поступательных изменений наверняка вы сталкивались с этим термином в контексте разговора о возникновении человека и согласно из одной из теорий теории дарвина человек возник именно в процессе эволюции долгого-долгого и постепенного процесса превращения обезьяны ну вот собственно в нас таких прекрасных которые общество знания учат революция это резкое коренное изменение которое предполагает изменения во всех сферах жизни а реформа в отличие от революции обычно инициируется властями и предполагает изменения только в какой-то одной сфере жизни общества ну например реформа образования или реформа армии или судебная реформа то есть мы меняем не все сразу а только какую-то сферу хорошо выяснили изменения могут происходить по-разному но какие изменения происходят современном мире и чаще всего они связаны с таким процессом как глобализация это процесс всемирной экономической политической социальной и культурной интеграции унификации то есть теперь уже мы не живем отдельно странами народами или городами а мы все находимся в постоянном процессе взаимодействия огляните вокруг наверняка вы найдете некоторые вещи в вашем окружении которые были произведены за сотни тысяч километров от вас или может быть вы едите еду которая пришла к нам из каких-то далеких стран ну например суши из японии так далее все это является ясными доказательствами того что действительно процесс глобализации во всю идет а также важную роль в процессе глобализации занимают транснациональные корпорации если вдруг вам было интересно что это здесь делает значок bmw дело в том что транснациональные корпорации это такие компании которые имеют производства или филиалы во многих странах мира и в основном компании большие крупные престижные они являются транснациональными корпорациями какие же последствия влечет глобализация и оценить их однозначно невозможно можно лишь поделить их на две большие группы это позитивные и негативные ну что есть позитивного мы получаем с вами доступ к культуре и достижениям других стран мы можем обмениваться в области науки и техники делиться какими-то полезными наработками но с другой стороны происходит насаждение единых стандартных потребления происходит вастернизация культуры то есть мы все чаще забываем свою исконную культуру и обращаем наши взоры на культуру запада а наверное самым негативным последствием является возникновение глобальных проблем это такой комплекс проблем который стал перед человечеством во второй половине 20 века и от решения которых зависит судьба человечества и что самое страшное решить их усилиями одной страны двух или даже десяти не получится весь мир должен сплотиться чтобы положить им конец что же это за проблемы такие это проблема угрозы мировой войны ведь сейчас изобретены такие виды оружия которые действительно могут грозить гибели человечества это проблема связанная с экологией это также проблема север-юг который заключается в разрыве в экономическом развитии стран севера и юга у нас очень развитые страны севера и совсем бедные страны юга и разрыв этот постоянно увеличивается связано с этой проблемой и демографическая проблема перенаселения бедных стран и убывающего населения стран богатых но в целом сохраняется тенденция постоянного увеличения численности народа населения земли следующее это проблема угрозы международного терроризма а так как у нас существуют развитые виды вооружения то всегда существует потенциальный риск что это оружие попадет не в все руки и в целом этот список можно продолжать можно сюда же отнести скажем проблему распространения спида или в целом даже проблему эпидемии которая остро стала перед миром в последние годы и так далее и напоминаю что решить эти проблемы мы с вами сможем только объединив усилия хорошо про глобализацию понятно а в целом куда мы идем происходит что-то хорошее или скорее негативное для этого ученые обозначают процессы двумя терминами прогресс и регресс прогресс это поступательное развитие общества переход от худшего к лучшему от менее развитого к более развитому а регресс это понятие обратный переход от лучшего к худшему то есть деградация хорошо а как понять как отличить одно другого ну для начала сразу скажу что и то и другое является процессом общественного развития то есть общественное развитие это более широкий термин по сравнению скажем с общественным прогрессом это все изменения которые происходят в обществе но как нам оценить характер общественного развития прогрессивно но или регрессивны для этого у нас есть критерий они позволят нам разграничить какое-то явление в своей прогрессивности от регресса то есть мы сможем четко для себя определиться первым критерием является развитие науки и техники ну то есть скажем если раньше у нас компьютер работал медленно теперь работал быстро, то есть техника у нас стала работать лучше, то это явно прогресс. Следующее – это развитие производительных сил. То есть, если мы с вами можем производить больше, лучше, качественнее, экологичнее, чем раньше, то тоже, пожалуйста, это прогресс. Следующее – это свобода человека. То есть, скажем так, это та степень свободы, которую общество готово предоставить человеку. То есть, если раньше за человека были предрешены его профессия, возможно, даже его брачный статус или место жительства, то сегодня мы с вами творцы своей судьбы, а значит прогресс. Следующее – это совершенственная нравственность или в целом гуманистический критерий. Ну, то есть, раньше считалось нормально сжигать людей на кострах, а сегодня так уже вроде и не принято, то значит это прогресс. Следующее – это правовой порядок. То есть, если у нас стала более регламентирована деятельность разных органов власти и людей, и это обеспечило большую стабильность, защищенность и так далее, то явно произошел прогресс. Однако, не стоит спешить радоваться, потому что теперь-то однозначно все понятно – прогресс или регресс. Дело в том, что у прогресса есть определенные свойства. И первое из них – это противоречивость. Это значит то, что прогресс в одной сфере может обернуться регрессом в другой. Или прогресс по одному критерию может оказаться регрессом по другому. Ну, например, изобретение автомобилей – явно прогресс с точки зрения развития науки и техники, но уж точно негативно сказался на состоянии природы и здоровье человека. Следующее свойство прогресса – это его относительность. В целом, не ко всем явлениям нашей жизни мы можем применить понятие прогресса. Ну, скажем, произошел ли у нас с вами прогресс в искусстве? Что лучше – современные рэперы или, скажем, Моцарт? Вопрос вкуса. Оценить по критериям не получится. И третье – это неравномерность. Прогресс постоянно ускоряется. Прогресс в одних сферах может сопровождаться полной стагнацией, то ли застой за стоем в других сферах. Или, скажем, пока развитые страны у нас прогрессируют семимильными шагами, страны отсталые могут, ну, практически не меняться, сохраняя традиции обычаи в давно минувших дней. Так что, друзья, прежде чем оценить прогресс, нужно мало того, чтобы помнить критерии, но и спросить себя, а можно ли вообще этот прогресс ценить? Спасибо за внимание. Встретимся с вами на следующем уроке.